Приветствую всех друзья! Сегодня я решил показать вам очень старый токарный станок, особенности конструкции которого указывают на первую половину 19 века, что соответствует годам активной деятельности американской компании Shepard Late & Company, название которой и носит станок. Форма и конструкция станка была довольно типичной для того времени. Очень массивная станина коробчатого типа, имеющая строгую прямоугольную форму, напоминала форму гроба, направляющие V-образной формы располагались на продольных стенках станины. Они были сдвоены, то есть по две на каждую сторону, соответственно для продольной салазки и для массивной задней бабки. Весь станок располагался на двух парных ажурной формы ножках, которые крепились соответственно к нижней части станины. Суппорт станка был также не вполне привычной для нас конструкции. Если присмотреться, то на передней поверхности суппорта мы заметим лишь одну рукоятку, предназначенную для поперечной подачи резца. Однако, на верхней поверхности суппорта мы увидим еще одну рукоятку. И как уже многие из вас догадались, эта рукоятка выполняла функцию позиционирования резца по центру заготовки путем подъема поперечной подачи. Таким образом, конструкторы предусмотрели поддержание на высоком уровне качества обработки при изношенных направляющих. На верхней передней поверхности суппорта, кроме поперечной салазки, можно заметить и добротных размеров Т-паз, вероятно предназначенный для крепления дополнительной оснастки, о которой, конечно же, ничего не известно. Довольно привычно и скорее всего неудобно с точки зрения эргономики был расположен маховик продольной подачи суппорта. Он был огромных по нашим меркам размеров и не имел рукоятки. Однако, если мы вспомним школьный курс физики, то поймем, что это скорее всего сделано не просто так. Чем больше маховик, тем подача более точная. А если учитывать, что продольная подача у станка цепного типа, то размеры маховика еще более объяснимы. Единственное, что фиксированное расположение его по левому краю станины не совсем удобно, особенно, если придется обрабатывать более длинные заготовки. А ведь длина станины на это намекает. Вот что непривычно увидеть на станках таких годов, так это автоматическую продольную подачу в обе направления, да еще с такой необычной, хотя очень простой и логичной конструкцией. Для включения подачи и смены направления перемещения на передней поверхности станины находился рычаг, который выдвигал дополнительный вал с двумя противоположными червячными резьбами. Последние входили в зацепление шестерней, расположенная на одном валу с маховиком продольной подачи. Вал автоматической подачи имел на левом конце шкив, крутящий момент на котором передавался от шкива на заднем конце шпинделя передней бабки. Рычаг управления всем этим узлом имел двойное назначение. Вверх и вниз, соответственно, включение и выключение автоматической подачи, а также вправо и влево подача суппорта от патрона и к патрону. Перемещение осуществлялось по той же цепи. Конечно, о нарезке резьбы и речи быть не может, да и собственно не для таких целей станок был скорее всего создан, однако конструкция довольно интересная. Передняя бабка была довольно внушительных размеров, что сопоставимо с размерами самого станка. По всей длине шпинделя располагался четырехручейный шкив для плоского ремня. Корпус бабки центрировался на внутренних направляющих и могла быть выдвинута к середине станка на определенной расстоянии от края станина. Задняя бабка, не уступающая размерами передней бабки, имела форму цельного литого бруска металла, хоть и имела ажурные арочные вырезы в нижней части. Несмотря на все это, у бабки можно заметить основные части управления. Это полноценный маховик для выдвижения пиноли и рычаг фиксации сверху. Если присмотреться внимательно на задний конец шпинделя, то можно заметить там шестеренку, которая явно намекает на то, что у станка возможно была гитара, но к сожалению мы это уже не узнаем. Станок со временем был модернизирован и начали выходить различные модификации, но это уже совсем другая история. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok